Добрый день телезрители! Городское телевидение Северодонецка сегодня в Лисичанске, поэтому оно сегодня ГТЛ. А в гостях у нас сегодня глава ВЦА города Лисичанска Александр Заика. Здравствуйте! Добрый день! Можно узнать у вас, как обстоят дела в городе с гуманитаркой на данный момент? За последние три дня гуманитарки привезли очень много, причем привезли это куры, это птица, это бедра, в общем все это мы сразу же тут же разводим моментально, вызываем всех, все машины, которые есть и все разводится по пунктам раздачи. Пункты раздачи у нас вызначены, люди у нас есть, силы есть, поэтому работаем, работаем, работаем. Коммунальные службы в городе работают, мусор вывозится, поэтому в этом плане у нас все хорошо. Очень сильно помогает нам ДСНС, очень сильно. Также нам помогает полиция, патрульная полиция, поэтому все то, что мы делаем, мы делаем совместно, поэтому из-за этого у нас все и получается. По обстрелам, очень сильно обстреливается Новодружец Приволье, также РТИ. По проблемам, как бы ситуация такая, что на РТИ мы не полностью сделали свет, вот так как разбито очень сильно, практически все подстанции, поэтому делаем невозможное. Просто Лео творит чудеса у нас. Как мне пообещали, там дней на пять работы, для того, чтобы запитать все РТИ. Поэтому люди с завтрашнего дня начинают работать там, вот так. По организации очень благодарен девочкам, тем, которые работают с нами, молодцы, просто молодцы. Ну пофамильно, поименно я перечислять не буду, но люди помогают, люди работают. Все, абсолютно все те, кто это делает, оказывают помощь, они все здесь. Вопрос теперь. Недавно я видел, что вы вышли с инициативой проехаться по подвалам. По мужчинам, которые хотят сосисек. Да, есть, есть. Был рейд, чем закончился? Чем закончился? После моего выхода в эфир этой ваты осталось очень мало. Куда они делись, я не знаю. Но рейды были, конечно, не по всем подвалам, просто физически я не смогу это сделать. Но поверьте, рейды будут совместно с полицией. Будем ездить, смотреть, кто умничает. Потому что я же говорил, что в первую очередь гуманитарку получают дети, люди по хылоговику и так уж женки с детьми. Поэтому тут у нас все организовано. Адресная доставка есть. По медикаментам, да, много чего нет еще. Но и Сергей Владимирович здесь был, как бы он поможет. С этим помогут. То есть, как бы тут вопросов нет. Вопросы есть по топливу, да, дизель у нас как бы есть. А вот бензин, это реально очень большая проблема. Но мы в этом направлении работаем тоже совместно с обл. администрацией. Потому что как бы Сергей Владимирович здесь, он приезжает, он общается. Поэтому как бы вдохновение есть и у меня, и у людей. Потому что увидеть губернатора здесь, это круто на самом деле. Поэтому так. Да, вот бы вашу инициативу в Северодонексу. Тоже пройтись по подвалам и по этим мужчинам, конечно. Ну там есть Александр Сергеевич Стрюк, я думаю. Ну пока у нас такой инициативы не было, такого ничего не происходило. Но у вас, смотрю, все полностью налажено. Желаю вам удачи. Спасибо. Чтобы было так и все хорошо. Тремаемость, слава Украине. Да, все. Героям слава. До новых встреч.